МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, программа новости. С итогами я, Ольга Володина. А пока коротко о главных темах. Гуманитарный кризис в Кандалакшском районе. Сотни иностранцев на границе между Россией и Финляндией. Что происходит у КПП и как развивается ситуация? Посвящение новичков. Мурманские медики принимают в свои ряды молодых специалистов. Молодой коллектив хорошо, но еще лучше, когда есть наставники, которые их по жизни поведут. Познакомимся с врачами, которым предстоит нас лечить. Впервые в России официально отмечается День психолога. Я хочу жить лучше. Почему бы мне не обратиться к специалисту, который мне поможет? Как часто люди стали обращаться к специалистам? И какие проблемы существуют в этой сфере уже 30 лет? 155 лет со дня первого постановления о льготах для северян. Это появление определенных нам баллов. Вот те самые 10% каждый год. Расскажем, чем привлекали на север людей в 19 веке. И узнаем, как в нашем регионе сейчас обстоят дела с мерами поддержки. Губернатор Мурманской области прокомментировал ситуацию на границе с Финляндией. Андрей Чибис назвал ее гуманитарным кризисом. По его данным, около 300 иностранных граждан уже несколько дней ждут возможность перейти через КПП. По сообщениям финских СМИ, за ночь с 21 на 22 границу с Россией не пересек ни один человек. Однако в ноябре к пунктам пропуска их прибыло более 500. Из-за такого наплыва власти республики намерены изменить правила работы КПП. Сейчас открыто лишь два. Райя Йосипи, это наша лота, и Коусама Суопере. Очереди сейчас сконцентрированы на пограничных станциях Салла в Кандалакшском районе и Вартиус в республике Карелия. Андрей Чибис написал в своем телеграм-канале, что область оказывает людям поддержку, обустраивает пункты обогрева, обеспечивает их едой и горячим чаем. Тем временем в МИД России сообщили, что готовы работать с соседями над решением проблемы. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, заявила об этом сегодня в прямом эфире радио. Она прокомментировала и обстановку в Мурманской области. По ее словам, Хельсинке стоило провести консультацию с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии, а затем по ним выработать общее решение. Каким-то образом внутри Финляндии создать некий действенный механизм для решения этого вопроса. Вот так это должно быть в государстве, которое подписалось под всеми документами и постоянно присоединяется к другим странам в осуждении правочеловеческой ситуации в других странах мира. Несчастный случай со смертельным исходом произошел сегодня на стройке в Кольском районе. Во время работ по строительству железнодорожного моста через реку Тулома с высоты упало подъемное сооружение. Внутри находились трое рабочих. В результате два человека получили травмы, один погиб на месте. Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку случившегося. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства соблюдения правил безопасности охраны труда, даст оценку действий на блаженственных лесорганизации, при наличии основания примет меры. Обвиняемую в убийстве своего малолетнего сына Апатитчанку заключили под стражу на два месяца. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения 20-летней девушки рассмотрел Апатитский суд. Адвокат просил отправить обвиняемую под домашний арест, но она сама согласилась со следствием и поддержала ходатайство. По версии следствия, мать нанесла младенцу не менее 10 ударов, а затем задушила его подушкой. Малыш скончался на месте. Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По версии органов предварительного следствия, Апатитчанка обвиняется в совершении преступления, в том числе, в пункте Англой части 2 ст. 105, а именно в умышленном причине несмерти своему малолетнему ребенку, заведомо для нее находящемуся в беспомощном состоянии. Обвиняемый остался старший ребенок. Им сейчас занимаются ответственные службы. В настоящее время старший ребенок 2020 года рождения находится в безопасности. Он изъят из семьи и помещен в специализированный дом ребенка в городе Апатиты. Расследование уголовного дела находится под надзором Апатитской прокуратуры. Окончание расследования обвиняемая будет дожидаться в СИЗО. Раскрыть кражу в одном из мурманских магазинов помогла служебная собака. Двое преступников разбили стекло с супермаркета, а после похитили алкогольную продукцию. Пес по кличке Ярл сразу взял след и привел сотрудников уголовного розыска на улицу Полухина, где они задержали одного из подозреваемых. Его отпечатки совпали с обнаруженными на месте преступления. Чуть позже удалось отыскать его подельника. Как позже выяснили следователи, мужчины вместе выпивали, а когда спиртное закончилось, отправились за добавкой. Магазины были уже закрыты, и это толкнуло собутыльников на кражу. Пес Ярл уже не в первый раз помогает раскрывать преступления. До этого в Урагубе он привел полицейских к квартире злоумышленника, который ударил человека ножом, а в Мурманске помог раскрыть кражу из автомобиля. Ровно 155 лет назад Александр II утвердил постановление о льготах для поселенцев Мурманского берега в Архангельской губернии. Этот документ определил политику колонизации, заселения и освоения Мурмана. Как тогда привлекали людей на Кольскую землю? И какие социальные гарантии сейчас предоставляют северянам? Впервые о необходимости освоения Мурманского берега для развития промышленности, рыбного промысла, инфраструктур и укоренения населения задумались в середине 50-х годов XIX века. Многие годы шли дискуссии о том, кто именно будет заселять эти территории. Обсуждения переросли в экспедицию в 1866 году. Тогда собрали подробную информацию о ресурсах, климатических особенностях, этнографии. Отчет лег в основу положения о льготах для поселенцев Мурманского берега в Архангельской губернии. Большую роль в его формировании сыграл князь Сергей Гагарин. Что говорилось в этом отчете комиссии? Нужно направить меры на облегчение и развитие колонизации на Мурманском берегу. Льготы по рекрутской повинности, то есть привлечение к выполнению воинской обязанности, выдача суда по поручительству на 6 лет, беспошлый отпуск леса на строительные нужды, создание волостных колонистских обществ, право наступления в них лопарей, право свободной торговли с Норвегией для колонистов, включая право привозить из-за рубежа необходимые товары. Тогда практически все льготы вошли в положение. Впрочем, не обошлось без коллизий. Казалось бы, людям предоставлены неплохие условия, но колонизация не шла быстрыми темпами. В советское время приносит уже совершенно новые реалии, и в 20-е годы задумываются о привлечении сюда специалистов. Дело в том, что после 20-го года отток был населения очень катастрофичным. То, что касается дополнительных выплат, это, конечно, так называемые подъемные. Это выплата, например, половины оклада, жалования при приезде на Кольский полуостров. Это появление определенных нам балок. Вот те самые 10% каждый год. В 1932 году было принято положение о льготах для лиц, работающих на крайнем севере РСФСР. Северные территории выделили в отдельную группу. Пик использования полярок пришелся на послевоенный период. Позже были утверждены районные коэффициенты к заработной плате работников практически всех отраслей. Советская система льгот продолжает работать и сейчас, и к ним добавляются новые меры. В первую очередь, совсем не так давно введенные социальные меры поддержки – это выплаты районного коэффициента и выплаты полярок молодым специалистам до 35 лет. То есть люди, которые хотят к нам переехать и быть трудоустроенными, они сразу же получают все те же льготы, несмотря на то, что даже не родились на территории региона. Оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в год. 25% к окладу работникам в сельской местности – 1 миллион рублей приезжим педагогам, устроившимся на дефицитные рабочие места. И это только небольшая часть оказываемой помощи региональными властями. Подробнее со всеми выплатами и мерами поддержки вы можете ознакомиться на сайте правительства Мурманской области. Элина Шагенова, Владислав Хрущев, ТВ21+. В Мурманске на улице Успенского продолжается строительство многоквартирного дома. Уже готов фундамент и сейчас специалисты выполняют кирпичную кладку стен второй секции. За строительством объекта смогли наблюдать северяне – будущие жильцы. Это люди, которые ожидают переселения из аварийного жилья. Енина Морозова продолжит. Ряд за рядом стены тянутся все выше. Осенью строители занимались фундаментом. Сейчас уже заканчивают первый этаж. В строящемся новом доме на улице Успенского будет 128 квартир. За стройкой понаблюдали и будущие жильцы. Для них эти квартиры долгожданные. Я жил в трехкомнатной своей квартире, когда дом признали аварийным. И нас переселили в однокомнатную квартиру. Но сказали, что это временно, ориентировочно 5-6 лет. Ну вот, 5 лет прошло, нам позвонили. Все квартиры в этом доме уже выкупили муниципальные власти. Это значит, что по окончании строительства в 2024 году ключи получат и люди, которые давно ждут переселения из аварийного жилья и дети-сироты. Рядом с домом появится и вся необходимая инфраструктура, включая парковку на 50 мест. Изначально мы предусмотрели все, и спортивную площадку, и детскую, и парковку, и магазин. Для того, чтобы люди, которые приезжают сюда, больше ни от чего не зависели. И так натерпелись. Одна семья, которая сейчас была, дом признан аварийным почти 20 лет назад. Строительство новых объектов в Мурманской администрации на особом контроле. Все должно работать без сбоев. Микрорайон, где сейчас строится новый дом, стараются активно развивать. Через несколько лет он будет выглядеть иначе. Но главная задача – сделать его удобным и комфортным для жизни мурманчан. И Нина Морозова, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. В этом году в штат областного клинического многопрофильного центра пришли 106 человек. Их врачи, медсестер и младший персонал знакомят с коллегами на традиционном мероприятии – честование новичков. Впервые его провели в 2013 году, когда городской больнице исполнялось 50 лет. Врачи, анестезиолог, реаниматолог, кореновый мурманчанин и Налия Николаевна Чайкина. Бороженка города Ижевска. Заведующий представляет новичков коллективу. Все они работают в областном многопрофильном центре пару месяцев. Поэтому знакомы в основном лишь с коллегами по отделению. День молодого специалиста должен это исправить. Ведь прежде в год трудоустраивались лишь 5-6 молодых врачей. Теперь 17. Молодой коллектив хорошо, но еще лучше, когда есть наставники, которые их по жизни поведут. Поэтому каждому молодому специалисту и врачу, и медсестре, и акушерке будут представлены наставники, которые в течение года их будут сопровождать. Есть среди пополнения местные ребята, окончившие медицинский колледж или МАУ. Но много и тех, кто переехал на север, узнав про программы привлечения кадров. Кирилл Ефимычев из Иваново увидел вакансию в интернете, связался с руководством медучреждения, и вскоре он сам и его будущая супруга получили приглашение. Нам помогли отдел кадров и администрация, помогли нам оформить документы, то есть возвратить средства, потраченные на переезд и провоз сюда наших вещей. Довольно-таки большого багажа. Также нам помогли с оформлением документов на оплату жилья, аренду стоимости квартиры. И пока что всё. И ещё в процессе оформления договора, по-моему, это называется арктический доктор, то есть подъёмная для молодого специалиста. Освоившись в новом городе, семья рассчитывает изучить и область. Ребята уже побывали в Териберке, попробовали морожку. Теперь готовятся к полярной ночи. Изучают советы коллег, как пережить это время без потери сил. Александра Клепцова, Андрей Бричко, ТВ21+. Сегодня впервые в стране официально отмечается День психолога. Это профессиональный праздник тех, кто занимается изучением различных психических явлений, а также помогают людям разобраться в себе и улучшить внутреннее состояние. Согласно данным в ЦИОМ, в ноябре прошлого года большинство россиян отмечали, что справляются со стрессовыми ситуациями самостоятельно. Лишь 12% опрошенных воспользовались помощью специалистов. Однако аналитики отмечают, что спрос на этот вид услуг с каждым годом растет. С июля прошлого года в поликлиниках страны начали работать бесплатные кабинеты медико-психологического консультирования и помощи. Психологи проводят диагностику эмоционального состояния. В случае необходимости направляют на прием к другим специалистам. Наталья Матвеева уже больше 10 лет в медицине. Как клинический психолог, она помогает людям справляться с депрессией, привести в порядок внутреннее состояние в кризисной ситуации. Сейчас к психологам приходят с разнообразными совершенно проблемами и историями. Люди не считают себя уже на самом деле какими-то там не очень. Они наоборот считают, что раз я хочу меняться и хочу решать свою проблему, как бы это здорово. И обращаться за помощью сейчас стало тоже уже нормальным. То есть я хочу жить лучше, почему бы мне не обратиться к специалисту, который мне поможет. У психологов много направлений работы. Их можно встретить в сфере образования и социальной помощи, на производстве и силовых структурах. Вера Башарова работает в МЧС. Если случилась беда, пожар, авария, гибель людей, она одна из первых отправляется на помощь пострадавшим. Ведь им в первую очередь нужна поддержка. Для того, чтобы каждый день лицом к лицу сталкиваться с людским горем, нужны не только умения, но и недюжинная стойкость. Конечно, да. Здесь, естественно, нужно определенное время, умение саморегулироваться в этой ситуации. И, естественно, помогает то, что мы работаем в команде. И если нам совсем тяжело, мы можем друг другом это проговаривать. Потому что приезжать в сам момент горя, работать с родителями или родственниками – это всегда тяжело. Несмотря на то, что многие аспекты работы регулируются положениями и актами, уже 30 лет в России не могут принять единый закон о психологии, который бы определял взаимоотношения психолога и клиента, их ответственность и уровень профессиональных требований к специалистам. Кроме того, существуют те, кто, пройдя краткосрочные курсы, принимает людей, не имея базового психологического образования. Для того, чтобы встретить хорошего специалиста, я думаю, нужно все-таки изучить рынок предложений такого рода услуг. И, конечно же, смотреть на то, какое образование у психолога, как часто он повышает свою квалификацию, какое дополнительное образование он прошел, какие отзывы у клиентов. С каждым годом востребованность психолога в России растет. За последние 10 лет количество обращений увеличилось в два раза – с 6 до 12%. Кирилл Группеняк, Андрей Бричко, Максим Кравченко, ТВ21+. В Мурманск привезли награду девочкам-героиням. Их истории прогремели на всю страну. Александра Андреева спасла из воды ребенка. Мы уже знакомили зрителей с северянкой, когда ее приглашали в Совет Федерации. Тогда она получила медаль за проявленное мужество. А вот Яна Шапеева, которая в феврале помогла выбраться из горящего дома братьям и сестре, в Москву приехать не смогла. Ее поздравили сегодня в Мурманске. Благодарности вручили и родителям школьниц. Позже Андрей Чибис провел с семьям экскурсию по зданию правительства региона. За полярных студентов поздравили с днем военной присяги. Эта памятная дата появилась в России по указу президента страны в июне этого года. О том, что значит праздник для мурманских курсантов, узнали наши корреспонденты. Александр Петрушин учится в Мурманском арктическом университете на втором курсе. Помимо профессии судового электроинженера, он получает и военную специальность. Для этого Александр раз в неделю посещает специальный учебный центр при ВУЗе. Помимо изучения уставов и тонкостей военно-учетной специальности, курсанты проходят практику на боевом судне. Совсем скоро молодой человек присягнет на верность отчизне. Мы даем слава Родине, Отечеству, народу, что мы будем всегда за них отстаивать интересы. Это будет полноценное построение с боевым знаменем части, с произнесением слов священной клятвы воина. Все по-серьезному. В честь дня военной присяги, новой памятной даты в календаре России, военно-учебный центр посетил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. В прошлом он сам отдал более 30 лет жизни службе на Северном флоте. Я с этой присяги в далеком 1970-м году принял ее. И так по жизни и с ней иду. Поэтому мне такая торжественная минута. И рад, что президент принял такое решение и установил день военной присяги. И вспоминать в истории нашей прошлой страны, когда была военной присяга, и еще Петром Первым была учреждена. Курсанты смогли задать вопросы о службе, учебе и поинтересовались, помогает ли военная закалка в политике. В честь 30-летия избирательной системы России в Заполярной столице провели необычный диктант. Его участники отвечали на вопросы о правах и обязанностях жителей нашей страны во время выборов. О том, для чего в нем участвовали депутаты, расскажут мои коллеги. 30 лет именно столько в этом году исполнилось избирательной системе Российской Федерации. За это время она претерпела немало изменений, а закон об основных гарантиях избирательных прав остается одним из самых сложных в стране. Для того, чтобы северяне могли проверить свои знания, региональный избирком организовал четыре площадки для проведения избирательного диктанта. Две из них в Мурманском арктическом университете. Те, кто обучается на факультете правоведения, юриспруденции, это активисты молодежного движения Арктического университета, пишут сегодня и в общественной палате Мурманской области. Последней площадкой стал зал заседаний Совета депутатов города. Проверить свои знания пришли и народные избранники. Вот сегодня будет очень любопытно проверить свои знания, понять, насколько я владею предметом и, может быть, даже где-то подтянуться. Воспитание подрастающих поколений в правовых основах – это одна из задач и депутатов, и педагогов, которыми я являюсь. Поэтому сегодня со мной здесь из ограниченного количества мест три студента, но более сотни студентов пишут сегодня диктант также онлайн на платформе в сети интернет. Узнать результаты участники смогли сразу после завершения диктанта. А на память они получили дипломы и памятные подарки. Данил Скуратов, Максим Кравченко, ТВ-20Н+. Где купить красивую современную одежду, когда европейские компании покинули рынок? Продажи в магазинах многих популярных брендов остановлены. Оставшуюся одежду хранить на складах дорого. В связи с этим некоторые фирмы реализуют качественный товар за бесценок со скидкой до 70%. Теперь и у жителей Мурманской области есть возможность выбрать верхнюю одежду максимально выгодно. Теплые, современные, элегантные и спортивные на нордической выставке представлены несколько коллекций для теплой и комфортной зимы. Изделия из кожи и меха лучшего качества, пуховики с современными наполнителями, мембранная одежда премиум-класса. Размерный ряд с 40 до 76. Хит этого сезона – норвежские аляски от фирмы Бьер Ларсен. У них трехслойная мембрана, она не промокает, не продувает, а самое главное – дышащая. Каждая аляска оснащена климат-контролем. То есть в этой куртке вам будет комфортно как в помещении, так и на улице. Такие аляски выдерживают температуру до минус 45 градусов. Множество карманов, актуальный крой. Для женщин много элегантных и необычных моделей. Хит сезона – облегченные дубленки. Мне здесь подобрали очень красивую дубленочку. И большое им спасибо за все хорошее. И хорошо очень обслуживает. Выставка открыта со среды 22 по воскресенье 26 ноября. В Североморске на улице Советской, 27А, в торговом центре «Очак» напротив кинотеатра. В Заполярном на улице Мира-6, где располагался магазин «Корона». И в Мурманске по адресу Кольский проспект, 134, торговый центр «Форум», первый этаж, справа от МФЦ. Вас ждут с 10 часов утра до 8 вечера. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше – минус 6, минус 8 снег. В Умбе также возможны осадки – минус 5, минус 7. В полярных зорях снежно – минус 5, минус 7. В Апатитах до минус 8 осадки. В Кировске также возможен снег – около 7 градусов ниже нуля. В Кавдоре – снег – до минус 8. В Манчегорске возможны осадки – минус 6, минус 8. Снежно будет и в Лавозере – минус 7, минус 9. В Алинигорске – до минус 8 снежно. В Никеле также осадки – до минус 12. В Заполярном – минус 5, минус 7. Похожая погода будет и в Североморске – без осадков. В столице Заполярья – до минус 8. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин